Теперь под присмотром 23 камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц установлены на территории городского парка. Летом в рамках программы комплексного развития территории Верхнекамья построены скейт-парк и памп-трек. Это модульная трасса для велосипедистов, которая представляет собой чередование ям, кочек и контур-уклонов. Для неспешных прогулок здесь появились асфальтированные дорожки с освещением. Ну а для любознательных горожан и гостей города тут разместился музей техники под открытым небом. Экспонаты представили крупнейшие градообразующие предприятия Березняков. Также совсем скоро рядом с каждым экспонатом появятся электронные планшеты с QR-кодами. Остается только навести камеру телефона на код и вы увидите информацию о каждом объекте. О детях и подростках тоже не забыли. Ребята и их родители точно оценят новые и современные игровые площадки, а также зону для пикника. В зоне музея техники будет установлен свободный доступ к сети интернет. Это сделано для того, чтобы привлечь в зону парка молодежь, подростков, детей и люди могли считывать информацию, которая указана будет в зоне размещения музея техники на своих смартфонов. Отмечу, что работы по благоустройству парка ведутся в рамках реализации комплексного развития территории Верхнекамья. Для реализации этого проекта из краевого бюджета выделено 124 миллиона рублей, из которых 15 миллионов местный бюджет и 108 краевой. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что Перезняки – крупный промышленный центр, который играет колоссальную роль в экономике всего Пермского края. В рамках Березняковско-Соликамской агломерации уединенной территории высокий потенциал развития, как в производственной, так и в социальной сфере. Поэтому задача краевых и муниципальных властей – вести совместную работу в этом направлении, учитывая потребности местного населения. Всего же в этом году в Березняках в рамках комплексного развития Верхнекамья уже реализованы несколько проектов. Это строительство лыжероллерной трассы в Стрижах, школьные территории и дворы. А также завершается реконструкция Мемориала Победы. Напомню, в ближайшие два года на развитие Березняков из краевого бюджета будет выделено еще 525 миллионов рублей. Эти средства пойдут на реконструкцию кинотеатра «Авангард», Усолья-Строгановского, капитальный ремонт бассейна «Кристалл» и других важных для города объектов. Валерия Агалакова, Кирилл Яранцев, Антон Сбуровой, Никита Игнатьев. Наши новости.